15 мая Дагуту с официальным визитом посетил министр среды и регионального развития Юрий Спуца. В рабочей порядке дня значились несколько вопросов. Первый – обсуждение с представителями самоуправления Южно-Латгальского региона проекта предстоящей административно-территориальной реформы Латвии, который сегодня вызывает у многих неоднозначные отношения и очень много вопросов. Министр отметил, что изменения в этой сфере назрели давно, и дискуссии по данному вопросу продолжаются. А окончательный вариант реформы будет принят после публичного обсуждения. Существует большое различие от тех сервисов, которые получают те самоуправления, где ресурсы меньше. Там жители получают поменьше услуг или качеством хуже. И получается, что у нас уже существующая неравномерность между людьми, территориальная неравномерность, становится не меньше, но растет. Если ничего не делать, эта ситуация продолжится, и через 10 или 15 лет мы только будем снова встречаться, говорить, а что делать с Латгальей, что делать с Латгальей, как помочь с Латгальей. Надо менять ситуацию, и то, что мы предлагаем, это делать самоправления так экономически сильны, чтобы они могли работать как настоящие агенты перемен. Несомненно, любая реформа подразумевает и риски, и в данном случае речь идет о том, что жители сельских самоуправлений опасаются оказаться отрезанными, так сказать, от цивилизации. Люди сейчас боятся, особенно те, которые живут из сельской местности. Если у них сейчас, например, какие-то сервисы находятся там 5 километров от дома, может быть, сейчас они будут через 20 километров от их дома. Но это в первую очередь будет ответственность этих новых агентов перемен, этих самостоятельных, намного экономически сильнее самоправлений. Если они должны, все равно будут должны предлагать услуги жителей, независимо от того, где они живут. Министр подчеркнул, что в ходе административно-территориальной реформы значительно сократится депутатский корпус, а вместе с ним и административные расходы. Второй вопрос был посвящен строительству хранилища радиоактивных отходов на территории Игнолинской атомной электростанции вблизи латвийской границы. Фактически, сегодня на Игнолинской АЭС радиоактивные отходы, предметы, материалы складируются на земле в помещениях этой станции. И фактически, строительство современного высокотехнологичного хранилища позволит обеспечить безопасность населения, проживающего вблизи этого объекта. Начиная с 2009 года была создана станция по мониторингу радиации в городе Даугуплсе и Даугуплском крае. И сегодня я могу заверить вас в том, что в течение этих 10 лет радиационный фон не изменялся. Он находился в пределах нормы, и никаких рисков для здоровья человека сегодня нет. Говоря о деятельности Латгальской специальной экономической зоны, министр отметил, что ее развитие является одним из приоритетов правительственной декларации. В настоящее время начата работа по внедрению возможных других альтернативных моделей, которые помогли бы развиваться начинающему бизнесу – стартапам. А также речь идет о поддержке в привлечении инвестиций. Это могут быть гранты. Хочу отметить, что Латгальская специальная экономическая зона – это успешный проект, который следует развивать и в дальнейшем. Лариса Кириллова, Гунта Лочмелл, Александр Хлистов, телевидение «Доуркома».